Пешеходный переход на опасном участке дороги у начальной школы гимназии номер 2 не установят. Об этом редакции телеканала НТС сообщила пресс-секретарь севастопольского автодора Олеся Мурашкина. По ее словам, не получится ограничить и хаотичную парковку на тротуаре. Для того, чтобы обустроить в том месте пешеходный переход, необходимо провести ряд мероприятий, в том числе по обеспечению треугольника видимости, а для этого придется демонтировать подпорные стенки. Этого делать нельзя. Напомним, ранее в редакцию телеканала НТС неоднократно обращались местные жители. Люди боятся отпускать своих детей в школу. Пешеходного перехода к младшему корпусу гимназии нет. После ремонта дороги бордюр сравнялся с асфальтом и превратил тротуар в проезжую часть. Как оказалось, водители, которые не пропускают пешеходов и паркуются у гимназии, совершают административное правонарушение. Продолжение следует... ...как скорости движения автомобилей, так и к правилам остановки и стоянки. Нарушают правила ПДД и лихачи. Дорожный знак «Жилая зона» ограничивает скорость движения до 20 км в час. По словам пресс-секретаря Севавтодора, придомовые территории не предназначены для сквозного проезда. Ими нельзя пользоваться для сокращения маршрута, разворотов и езды задним ходом. Если на участке проезжей части у начальной школы гимназии номер 2 водитель не пропускает пешеходов, паркуется на тротуаре или превышает скорость, о нарушении нужно сообщать в ГИБДД.